Сегодня мы продолжаем наше путешествие по Эгейскому побережью Турции. Мы едем в город Бодрум. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Сегодня прекрасная погода и я рад вас всех приветствовать в городе Бодрум. Сегодня у нас самостоятельная экскурсия по городу Бодрум. Мы посмотрим на его достопримечательность. Первая достопримечательность, которую мы здесь увидели, это руины церкви Святого Николая. В период Османской империи Мустафа Паша для постройки военного флота привез рабочих с соседних греческих островов. Приехавшие греки построили в центре Бодрума большую церковь и назвали ее именем Святого Николая, строительство которой было завершено в 1870 году. Греки постепенно покидали Бодрум, и молиться в церкви стало некому. После отъезда греческих прихожан здание стали использовать в разные периоды истории, как склад для морских губок. Размещали внутри паровой генератор, который обеспечивал Бодрум электричеством, открывали кинотеатр и даже использовали как зал для проведения свадебных церемоний. В настоящее время церковь практически разрушена и, скорее всего, не восстановится. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы гуляем по старому городу. Здесь мы видим немало магазинчиков. Пройдемся и покажем их вам. Гуляя по старым улочкам, мы вышли к морскому городу. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы подошли к замку Святого Петра. Нам очень хотелось зайти внутрь, но, к сожалению, это нам не угасло, потому что там проводится реставрационная работа. Замок Святого Петра был построен в 1402 году на месте бывшей Сельджурской крепости, рыцарями, прибывшими с греческого острова Родос. Крепость являлась одним из лучших образцов оборонных сооружений своего времени. В 1522 году султан Сулейман совершил нападение на главную крепость. Рыцари вынуждены были сдаться, и крепость вошла в османские владения. Спустя 400 лет, в 1921 году, крепость перешла во владение Турецкой республики. До 1950 года полуразрушенная крепость использовалась в качестве корабельной верфи. Затем появилась идея превратить замок в музей. Началась реконструкция крепости, которую финансировало государство. В 1961 году на территории крепости был открыт музей. В 1973 году на территории Бодрумского замка был открыт музей подводной археологии. Моё впечатление о городе Бодрум. В целом город очень хороший, экскурсионный, но народу очень много, шумновато, и гимбет гораздо спокойнее. Для всех тех, кто собирается ехать отдыхать сюда, в Бодрум, я хотел сказать, что здесь действует масочный режим. За нарушение масочного режима предусмотрен немаленький штраф в районе 120-130 долларов. В кимбете гораздо проще. Будьте готовы к тому, что маски бесплатно здесь никто не выдает, вам придется их покупать. Город Бодрум ориентирован в основном на европейского туриста. Поэтому будьте готовы к тому, что цены здесь не дешевые. Мы приехали к античному амфитеатру. К сожалению, внутрь мы опять же попасть не сможем, так как он, как и многие остальные музеи в Турции, закрыт из-за пандемии. Мы покажем вам просто обзорно, что он из себя представляет. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы выехали за пределы Бодрума. И сейчас находимся на таком месте, откуда открывается замечательный вид на весь Бодрум. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте вместе прогуляемся по узким улочкам Бодрума. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу прогулку по Бодруму. Мне очень приятно, что вы сегодня были с нами. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»